Дождь, который не останавливался в областном центре с ночи, стал причиной образования на дорогах настоящего катка и увеличения числа обращений тамбовчан в травмпункт. С 8 утра пациентов было уже более 20. Медицинский персонал и диагностическое отделение работали без остановки. Травмы самые разные – от ушибов до серьёзных переломов. Нужно сориентироваться, какая погода, какую одежду одеть и какую обувь. Сейчас вот, в общем-то, очень даже распространено, и многие наши жители Тамбова пользуются, продаются в аптеках, в ортопедических салонах, так называемые легкосудные, летний ступ какие-то они. Одеваются они на обувь, вот эти вот очень удобные, с шипами. И, конечно, они предотвращают это женщинам, удобная обувь, невысокий каблук. Надежда Алексеевна возвращалась домой из храма, а оказалась в гипсовом кабинете. Женщина неудачно упала прямо на руку. Зашла в кабинет, врач сказал, что прямо посмотрела, сказала, переломы на снимок. Снимок сделали, подтвердилась перелом со смещением. Дорожная служба Тамбова сейчас трудится в круглосуточном режиме. Работают в две смены, как механизированным, так и ручным способом. Большое внимание уделяется больницам, школам и остановкам. Для противогололёдной обработки используют смесь песка и соли. Как отметили в дирекции городских дорог, за ночь было израсходовано уже 587 тонн. На улицах города работают 86 единиц техники, а ручной посыпкой занимаются 8 бригад. Очень тяжело сейчас, очень тяжело, потому что песко-соляная смесь, она у нас сейчас сырая, из-за дождя и из-за снегопада. Раскидывается очень плохо, и также техника её плохо раскидывает. Но мы стараемся, не первый раз, работаем. Федеральные дорожники также продолжают ликвидировать последствия непогоды. В минувшие сутки работало 86 единиц техники. Машины очищают проезжую часть от снега и обрабатывают противогололёдным составом. В настоящее время движение по всем направлениям обеспечено в штатном режиме. Ночью ледяной дождь и шквалистый ветер привёл к снежным заносам на трассах, а перепады температуры – к дорожно-транспортным происшествиям. В такую погоду от водителей требуется особая осмотрительность. Водитель должен двигаться со скоростью, не превышающей установленного ограничения. И в зависимости от дорожных или погодных условий, выбирать эту скорость таким образом, чтобы контролировать движение и соблюдать правила дорожного движения. В случае возникновения опасности водитель обязан снизить скорость вплоть до остановки, чтобы избежать возможного дорожного происшествия. Тамбовчане к капризам погоды относятся неоднозначно. Я упала, у меня колено воспалилось. Подскользнулись? Да. То есть погода не радует? Ну, нет, конечно. Чуть ли не ползком, ель-еле, но всё равно. Где-то солью посыпано, где-то песком можно ходить. Погода ужасная. Эти морозы, этот бесконечный снег. Ну, ничего, главное, все бодримся, веселимся. Поэтому всё отлично. Главное – это хороший, позитивный настрой. 19 января дождь и мокрый снег синоптики прогнозируют в течение всего дня. А ночью и утром 20 января температура воздуха опустится ниже нуля. Ожидается и сильный ветер. Всё, что сейчас на дорогах плывёт, замёрзнет. Будьте внимательны и осторожны. По возможности оставайтесь дома. Олеся Павлова, Александр Чекмарёв, Ольга Кириллова. Область новостей.